Эта история настолько страшная, что не хочется верить, что она случилась на самом деле, вот только шрамы на теле кошки самые настоящие, и они не позволяют забыть весь этот ужас. Нам позвонила женщина и попросила, чтобы мы помогли котенку. По словам звонившей, когда ее сын возвращался со школы, он увидел, как подростки бросили котенка в костер. Мальчику удалось отобрать у хулиганов животное, которое он не стал оставлять на улице, а принес домой. Визуально казалось, что кошка обошлась лишь сильным перепугом и опаленной шерстью на одном боку. Других травм видно не было, вот только кошка вела себя крайне странно. По телефону женщина сказала, что животное периодически дергается, приехав за животным, волонтеры увидели, что кошка сидит на одном месте и смотрит перед собой, словно не замечая ничего вокруг. При этом кошка никак не могла усесться удобно, она постоянно шаталась и заваливалась на бок. На шерсти было много подпален, а на одном боку она выгорела почти полностью. О каком именно странном поведении говорила женщина волонтеры поняли уже, когда отвезли кошку на передержку. Для новенькой уже была подготовлена клетка для содержания на карантине, привезли ее в переноске. В какой-то момент переноска начала ужасно раскачиваться, а изнутри доносились звуки царапания стенок когтями. Казалось, кошка впала в истерику. Одна из волонтеров сразу определила, что у животного эпилепсия, поскольку этой болезнью страдает одно из ее животных и она хорошо знает, как проходят приступы. Когда приступ миновал, кошка вновь стала вялой и апатичной, просто сидела, глядя в одну точку. Худшее было впереди. Не успела кошечка отойти от недавнего приступа, как начался новый. Приступы не прекращались, перерывы между ними были не более часа. Вести животное в таком состоянии к ветеринарам мы не могли, поэтому договорились об онлайн-консультации. Мы отправили врачам видео, с помощью которого они подтвердили догадку волонтеров об эпилепсии, а также назначили кошке препараты, способные купировать приступы. Прием лекарств дал результат и в первый же день приступы сошли на нет. Страдает этим заболеванием кошка с самого рождения или оно стало следствием стресса, пережитого ею. Когда ее пытались сжечь заживо, врачи судить не берутся. Пока однозначно можно сказать, что в ближайшие два года малышке предстоит принимать таблетки для стабилизации ее состояния, а после врачи будут решать о прекращении или продлении курса лечения. Своей новой подопечной мы дали имя Кесси. Стоило нам взять под контроль ее приступы, поведение кошки сразу начало меняться. У нее появился аппетит, взгляд из потухшего и пустого стал заинтересованным. Кошке все еще сложно найти удобное положение, чтобы сидеть, она горбится и поджимает лапку с того бока, где огонь сильно опалил ей шерсть.